Здравствуйте! В эфире время новостей. Самым важным и интересным расскажут наши журналисты. Россия и Индия развивают стратегическое партнерство. На состоявшихся в четверг переговорах в Москве с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Путин подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям. В гуманитарной сфере, международной политики и экономики. Стороны обсудили весь спектр российско-индийского сотрудничества, а также целый ряд международных вопросов. В свою очередь, индийский премьер назвал Россию важным партнером в экономической трансформации Индии. Россия и Индия также подписали четыре соглашения о сотрудничестве в области вертолетостроения. Были подписаны шесть меморандумов, в том числе о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества, в отношении технического сотрудничества в железнодорожной сфере и другие. Мы также условились запускать новые совместные проекты в таких высокотехнологичных сферах, как авиастроение, автомобилестроение, металлургия, фармацевтика, химическая промышленность. Обсудили перспективу участия российского бизнеса в реализации индийской программы импортозамещения, она так и называется, «Делай в Индии». Видим в этом дополнительную возможность для создания совместных предприятий, передачи технологий, производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в сфере безопасности. Моди назвал Путина архитектором стратегического индийско-российского партнерства. Я всегда питал огромное уважение к нашему стратегическому партнерству. Растет наше сотрудничество в области ядерной энергетики. Также мы создали специальную зону для прямой торговли между крупнейшими производителями алмазов наших государств. Принятие закона о погашении долгов перед украинскими банками выгодно крымчанам из-за курсовой разницы и возможности отстрочки платежей. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» рассказал министр экономического развития республики Валентин Демидов. Напомним, 23 декабря Госдума России на пленарном заседании одобрила в третьем чтении законопроект о погашении и внесудебном урегулировании задолженности жителей Крыма и Севастополя. Подробнее о механизмах работы нового закона смотрите далее. Рассрочка платежа на два года по зафиксированному курсу валюты. Так, на законодательном уровне планируют урегулировать взаимоотношения между украинскими банками и жителями Крыма, имевшими там кредиты. Документ также наделяет Фонд защиты вкладчиков функциями единственного посредника между коллекторами и крымчанами. Очень важной функцией фонда будет являться выдача документа подтверждения погашения имеющейся задолженности, а следовательно будут сняты обременения с имущества, которое находилось в залоге, ну или другие обременения, не позволяющие вести бизнес тем, кому это необходимо брать кредиты. Одна из важнейших особенностей закона для крымчан зафиксированы на 18 марта 2014 года курс валют, к которым относится и гривна. Если кредит был в гривне, то будет по курсу 3,8 рублей за одну гривну. Если кредит в долларах США, то 36,6 рублей за доллар. Если в евро, то 50 рублей, 90 копеек за 1 евро. При этом задолженность также будет определяться по состоянию на 18 марта прошлого года. Пени, неустойки и штрафы не учитываются. Дополнительным плюсом станет обязанность фонда защиты вкладчиков отстаивать интересы крымчан перед коллекторами под срочки платежей. Законопроект действительно предусматривает возможность обратиться в фонд с заявлением о рассрочке погашения этого долга. Такая процедура тоже предусматривается. Фонд будет договариваться с этими компаниями, которые выкупили долги украинских банков. И рассрочка может быть предоставлена на срок 2 года. В последнее время выбивать долги крымчан перед украинскими банками, покинувшими полуостров, бросились многие коллекторские компании. Есть даже судебные решения, обязывающие жителей республики рассчитываться с такими фирмами без малейших гарантий с их стороны. Теперь эта процедура будет невозможна без согласования с фондом. Коллекторы не имеют права теперь сразу обратиться в суд. Они обязаны будут обратиться сначала в фонд. При этом они должны будут предоставить все документы, подтверждающие задолженность, документы, подтверждающие статус самого коллектора, что он имеет право на эти действия. И они будут исследованы фондом. Новый закон вступит в действие только после его утверждения главой государства. Далее начнется мониторинг его исполнения. Для этого в Минэкономразвитии и Министерстве финансов уже созданы горячие линии, куда граждане смогут обратиться за консультациями. Алена Шамина, Время новостей. Обустройство скважин и водозаборов в Крыму на финишной прямой. Два из трех построенных устройств уже функционируют. Когда в эксплуатацию ведут последний водозабор в Нижнегорском районе, в Северокрымский канал будет поступать почти 2000 кубометров воды в сутки. Продолжит водную тему Екатерина Сабинина. Это территория Нежинского водозабора в Нижнегорском районе. Масштабное строительство практически завершено. Осталось только благоустроить весь объект. Но сердце водозабора, скважины с чистой питьевой водой уже пробурены и питают часть Восточного Крыма живительной влагой. Пробурено 12 скважин, глубиной 165 метров. Погружены насосы туда. Насосы качают воду в общую магистраль, с общей магистрали в канал. Несмотря на то, что переброска воды от Нижинского водозабора в русло Северокрымского канала еще идет по временной схеме, в Министерстве экологии и природных ресурсов республики уверяют, масштабный проект вышел на финишную прямую. Два водозабора уже в работе, третий на подходе. 195 тысяч кубических метров в сутки мы будем подавать с этих водозаборов после окончания строительства Северокрымский канал. На сегодняшний день подача воды уже осуществляется Снежинского водозабора, Просторинский водозабор готов к подаче воды. Точно так же готов к подаче воды Новогригорьевский, но учитывая его удаленность от Северокрымского канала и меньше дебет воды, мы решили его не подключать пока. Новогригорьевский водозабор введут в эксплуатацию уже в следующем году. А главная проблема бесперебойной подачи воды во время отопительного сезона уже в прошлом. Сброс идет в объеме стабильно 50 тысяч кубических метров воды в сутки. Эта вода транспортируется самотеком до сопрягающего устройства на расстоянии порядка 40 километров от точки сброса. В соответствии с задачей поставленной главой республики обеспечения бесперебойного водоснабжения в осенне-зимний период для прохождения отопительного сезона создан и поддерживается нужный запас воды, который обеспечивает стопроцентное обеспечение и решение задачи поставленной главой республики. Питьевая вода по руслу Северокрымского канала поступает в наливные водохранилища Феодосии, Керчи и Ленинского района для поддержания их запасов. Поэтому в новом 2016 году Восточный Крым без воды точно не останется. Екатерина Сабинина, Александр Тегнеридно, Время новостей, Нижнегорский район. В школах и детских больницах полуострова активно готовятся к новогодним праздникам. Дети наряжаются в костюмы любимых персонажей, учат стихи и песни. На некоторых выступлениях побывал и глава Крымского парламента. Он поздравил всех с праздниками и вручил сладкие подарки. Подробности в материале наших журналистов. Владислав Черников – заслуженный артист Крыма. Играет Деда Мороза не в первый раз. Говорит, что роль особенно ответственная, так как публика у спектакля самая требовательная. Чувствует любую фальшь. И голос должен быть такой, и жест, и должны все убедительно, все по-настоящему. Чудеса так чудеса, елка так елка, подарки так подарки. Поэтому тут очень серьезно надо подходить к каждой роли, особенно Деда Мороза. Спектакль рассказывает о большой пиратской семье, которая ни разу не встречала Новый год. По сюжету отчаянные разбойники пытаются срывать праздник, поймать Деда Мороза и забрать все подарки себе. Конечно, история заканчивается хорошо, а зрителя учит быть добрее и заставляет поверить чудо. Мы ставили полтора месяца, оно получилось довольно любопытно, потому что возможности театра очень большие. Поэтому здесь очень интересный балет, замечательный художник по костюмам. Вообще компания очень хорошая. Встречали юных зрителей герои любимых сказок. А в фойе театра предстала зимней сказочной страной с таинственными избушками, нарядными елками и чудо-санями. Царящая здесь атмосфера приближает самый волшебный праздник – Новый год. Происходит чудо на Новый год, что на Новый год наряжают елку, приходит Дед Мороз, дарят подарки, и люди становятся добрее. Играю, гуляю, снеговика леплю. Я жду на Новый год как бы телефон, потому что у меня его нет. Есть, но маленький такой. У нас как бы, вот, я его и жду. Новогодний марафон в театре закончится 6 января. Не забудьте надеть праздничный костюм. Алексей Романов, Екатерина Серегина. Время новостей. Как из обычных вещей создать главный символ Нового года – елку? И в чем встречать праздник? Студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма ответили на эти вопросы. Креативные, талантливые и молодые презентовали новогодний дизайнерский проект. Результатом их творчества любовалась Ольга Савенко. Второкурсница Анна на пути к своей мечте. На подиуме – ее первые работы. К созданию дебютной коллекции девушка подошла не только творчески, но и практично. Шьем мы все сами. Нам, конечно, помогает наша Наталья Владимировна очень хорошо. Используем мы тоже самое простое, самое обыкновенное. Вот то, что сейчас на мне, это тоже я сделала сама. Мой костюм – это образ, наверное, темной ночи, блестящей. Выполняла я его из купальник. Самый простой фатин. И камешки разные. Снежные королевы, лесные феи и сказочные герои. Над этим показом работало сразу несколько дизайнеров в тандеме с преподавателями. Для них это своего рода творческий дебют. Кафедра дизайна Крымского университета работает всего лишь один год. Это не совсем традиционная для показа моделей коллекция, потому что она выполнена не в тех традициях, которые должны быть на подиуме. Но, тем не менее, мы решили дать волю фантазии наших студентов проявить себя. Чтобы было все слажено на подиуме, хореографы постоянно трудились. Легкие с виду движения оттачивались моделями днем и ночью. Девочки, они не профессиональные актеры, не профессиональные модели, а просто дизайнеры. И необходимо было выйти. То есть мы долго боролись с тем, когда расходились, сходились. То есть вот эти моменты, они были для меня очень сложными. Донести до них вот эту даже структуру этого показа. Не забыли студенты и о главной героине Нового года. Здесь на стенде представлено более десятка дизайнерских елок. Есть даже и с небольшим сюрпризом. Елочка-упаковка. Здесь сюрприз. Вот такая панорама раскрывается с новогоднего праздника. Над коллекцией работали не только студенты. Своё видение показали абитуриенты и школьники из всех уголков Крыма. Вата, бумага, ткань и даже пробки. Все эти новогодние красавицы выполнены из самых разных материалов. К примеру, эту сделали из перьев и покрыли бусинками. Оценивали творчество ребят не только зрители, но и жюри. И по итогу конкурса первое место занял абитуриент университета. На кафедре дизайна уверены, в будущем из него получится талантливый студент. Ольга Савенко, Анатолий Скорик. Время новостей. Это были все новости на данный час. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин